Всевидящее око. Бобруйчанин обокрал пенсионера, однако быстро попался. Сколько похитил неудавшийся воришка? Криминальный посыльный. Бобруйчанка стала жертвой телефонных аферистов. Правоохранители контролировали перемещение сбережений женщины. Куда направлялись кровные пенсионерки? Сел в машину, пристегни ремень. В республике прошел единый день безопасности дорожного движения. Самым надежным является специальное детское автокресло. Какие правила помогут сохранить жизнь и здоровье? Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в пять минут. Засекайте. На варе и шапка горит. Мужчину, который взял чужую барсетку, задержали правоохранители. В милицию обратился 71-летний Бобруйчанин. Мужчина рассказал, он в один миг лишился крупной суммы – более 2000 рублей. Сумку с деньгами он несмотрительно оставил в тележке продуктового магазина. Однако рабочий маркета, который наблюдал за произошедшим, зря времени не терял. Зайдя за угол здания, местный житель вытянул кошелек и спрятал его в камеру хранения. А пустую сумку отдал на инфоцентр. Через некоторое время повернулся за добычей. Все это зафиксировала камера видеонаблюдения. Похищено и изъято. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Виртуальный бизнес. Бобруйчанку привлекли к ответственности за видео интимного характера. На протяжении полугода в арендуемой квартире изготавливала непристойные материалы. В качестве актеров девушка привлекала знакомых. Видео продавала через приватный телеграм-канал, доступ к которому стоил до 50 рублей. У фигурантки дома обнаружено изъято фото и видеотехника, осветительное оборудование, носители информации, тематический реквизит. Возбуждено уголовное дело. Под контролем в Беларуси прошел единый день безопасности дорожного движения. Профилактические меры были направлены на пропаганду использования ремней безопасности, детских удерживающих устройств и мотошлемов. Кроме того, в связи с увеличением плотности транспортного потока на загородных дорогах, прошедшие выходные наряды ГАИ усилили контроль за соблюдением скоростных режимов, правил обгона и маневрирования, проезда пешеходных переходов и перевозки пассажиров. Для безопасной перевозки маленьких пассажиров самым надежным является специальное детское автокресло, сконструированное с учетом всех особенностей детского организма и подобранное в соответствии с весом и ростом ребенка. Инспекторы уделяли повышенное внимание выявлению и отстранению от управления нетрезвых и бесправников. На карандаше также были водители мототехники и места массового отдыха. Кража на краже. В Могилеве мужчина лишился крупной суммы денег и ценных вещей. В оперативно-дежурную службу обратился витебчанин с заявлением о воровстве. В ходе расследования сыщики выявили виновника. Им оказался 26-летний, ранее судимый за аналогичное преступление, гомельчанин. Установлено, злоумышленник и потерпевший приехали на заработки. Во время совместного распития молодой человек заметил, что портмоне у потерпевшего имеются наличные. После посиделки парень забрал деньги и кроссовки, затем на такси уехал в гомель, где и был задержан оперативниками уголовного розыска. В отношении фигуранта следователями возбуждено уголовное дело за кражу. Наимность в копеечку. Задержан курьер телефонных аферистов. Его жертвой стала 78-летняя бобруйчанка. Женщина обратилась в ОВД Бобруйского горосполкома с заявлением о мошенничестве. Пенсионерка появилась на уловке злоумышленников и поверила в истории о виновности ее дочери в серьезном ДТП. За избежание уголовной ответственности требовалась крупная сумма. Вскоре приехало такси. Для отправки в столицу потерпевшая передала почти 18 тысяч рублей. Бобруйские правоохранители контролировали перемещение и сбережение женщины. Поэтому вскоре при передаче денег водителям такси курьеру последний был задержан сотрудниками центрального рода Минска. Пособником мошенников оказался 18-летний житель Гомельской области. Фигурант сообщил. Объявление о незаконной подработке нашел в интернете. Все деньги изъяты и возвращены потерпевшей. Возбуждено уголовное дело. Это была Сирена. Ну а больше новостей ищите на нашем канале в Ютюбе и соцсетях. Я Роман Костюков. Увидимся через неделю.